Друзья, ну что, наступила Страстная неделя, мы обещали об этом сегодня вечером поговорить, и вот, разговариваем. Вопросы вы свои задали, кто хотел задать, но сначала хочу сказать вот что. Страстная седмица, как ее провести, что делать, чего делать нельзя, это все решается достаточно просто. Если мы немножко отойдем от нашего привычного понимания вообще Страстной седмицы или для кого-то церкви в целом. Вот там говорят, что на Страстной седмице, мне сегодня сказали, нельзя начинать новых дел. Или, например, говорят, что на Страстной седмице нельзя есть мясо, на Страстной седмице нельзя того сего шутить, улыбаться. О чем, для чего и к чему вообще все это нужно? Что такое Страстная седмица для нас, с вами, христиан? Давайте вспомним, что мы, с вами, христиане, ученики Христа, Бога, который стал человеком 2000 лет назад. Проповедовал на земле, в Палестине, был убит. И вот Страстная неделя – это воспоминание о последней неделе жизни нашего с вами Бога. О последней неделе, когда он ходил по земле, чему-то учил, что-то делал и ждал приближающейся смерти. И мы знаем, насколько нелегко ему было ждать этой смерти. Потому что потом в Гефсиманском саду он будет просить папу, отца своего, чтобы этой смерти не было, чтобы чаша страданий прошла мимо него. Вот он добавит, но не моя воля на твоя да будет, и в этом будет победа Христа. Но по человечеству ему было очень тяжело сделать этот шаг. А мы с вами его ученики. Прошло 2000 лет. Мы не те люди, которые приходят в церковь, чтобы не болеть, чтобы все в жизни получалось, чтобы было много денег. Мы, наверное, уже понимаем, что церковь – это крест. И мы каждое воскресенье с вами приходим на причастие, причащаемся и участвуем в Малой Пасхе, участвуем в празднике Воскресения Христова. Мы собираемся вокруг стола с апостолами, во главе Христос. Мы это сердцем чувствуем. Вместе с нами наши друзья, которые стоят там, да, по праву, по левую руку от нас, мы все вместе причащаемся до одной чаши. И выходя из храма, мы ощущаем, что мы действительно побывали у Бога в гостях на небесном пиршестве. Это большая радость, это большое счастье, это сокровенная радость жизни каждого христианина. Страстная седмица – это то, что Пасхе предшествовало. И вот второй ключевой момент. То, что мы с вами, как ученики Христова, должны помнить, церковь – это большая машина времени. Я всегда об этом говорю и повторяю, потому что в этом кроется ключ к богослужениям. Церковь – большая машина времени. Ты приходишь в церковь, ты слышишь умилительные песнопения, какие-то каноны красивые о том или ином событии, веточки приносишь в вербы. Зачем? Это просто символ, это просто напоминание тебе о том, что было, чтобы никогда не забыть, как евреи совершали Пасху для того, чтобы не забыть исход из Египта? Ну, на самом деле нет. Оказывается, богослужение – это прорыв в потустороннюю реальность, прорыв в вечность. Когда ты приходишь на богослужение, насколько ты готов, от этого, конечно, зависит полнота твоего присутствия. Но частично в любом случае ты попадаешь туда, что воспоминается. Когда ты приходишь на верное воскресенье, ты можешь в церкви, как в большом портале, проникнуть туда. В тот момент, когда Христос шел к Иерусалиму на этом самом ослике, ему постелали под ноги пальмовые ветки и одежду, вот ты попадаешь туда. Ты сердцем это, по крайней мере, должен ощущать, должен вот так вот воспринимать богослужение. И, естественно, когда у нас Страстная Седмица, когда все службы посвящены шаг за шагом последним дням жизни Христа, прийти в церковь, это значит попасть в его последние дни, туда, в Иерусалим. Попасть туда. Естественно, Страстная Седмица – это время, вот я тысячу раз повторяю, что это время, когда христиане стараются взять отпуск и побыть в храме. Потому что на работе, ну это ужасно, то есть ты понимаешь, что сейчас идет Страстная Седмица, что тебе надо быть в храме, не потому что надо, потому что, ну как сказать, ну ты целый пост к этому готовился. Это одна единственная неделя в году, самая великая неделя в году, самые великие дни в году в богослужебном, когда ты можешь проникнуть туда, в последние дни Христа, а потом отпраздновать его Пасху, его воскресенье. А ты ходишь на работу, тебе приходится шутить и смеяться с коллегами, ходить в столовку, делать дела, занимать свою голову совершенно другим. И это мучительная раздвоенность. Я сам как бы, да, очень много лет ходил на работу в Страстную Седмицу, это было очень тяжело, потому что ты пытаешься каким-то образом вместе с церковью переживать это все, но не получается. У тебя нет на богослужениях, у тебя нет свободного времени, это очень сложно. И при этом тебе нужно в то же время понимать, что да, реально, что-то такое страшное и великое происходит сейчас, мы как церковь в это перенеслись, а я никак в этом не участвую. В то же время мне нельзя, наверное, там о чем-то другом думать, а думать надо, и тебе грустно, тяжело, тоскливо и так далее. Поэтому самый лучший, самый идеальный вариант, эти дни, строгие дни Страстной Седмицы проводить в храмах и утром, и вечером. И кто имеет такой настрой, желание и чувствует в этом смысл, тому, конечно, надо причащаться на Страстной Седмице, потом на Пасхальной, не просто приходить на службу. Вот это все, что нам нужно делать в неделю Страстную. Мы чуть позже скажем, сейчас я скажу, что там такого, на что важно обратить внимание, но перед этим момент по поводу ваших вопросов. Спрашивали очень многие люди, а что делать, если там я не могу пойти в храм, что прочитать на работе, что прочитать дома. Ну, у нас, к счастью, есть такая книжка «Постная Триоть», и там есть раздел «Страстной Седмицы», это книжка богослужебная. Оттуда как бы можно, ну, певчие там наши батюшки берут тексты, и по ним, по этой книжке служат службы Великим Постом. И там есть отдельный раздел для Великого Понедельника, отдельный раздел для Великого Вторника, Среды, Четверга, Пятницы. Это «Постная Триоть», я вам скину ссылку внизу, в описании к этому видео. Она есть даже в подстрочном переводе, в некрасивом, но зато в понятном, в параллельном переводе, так как в храме, и как вот перевели. Так что и вы можете скачать, и вот те все люди, которые спрашивают, что же нам читать в обиденном перерыве, либо дома. Вот можно открывать спокойно эту книжку, и не свеченческие слова там зачитывать, по-моему, там их и нет, конечно, может и есть. А читать, молиться словами, которые поет хор, это большая часть вот этих моментов. Выбираете прям Великий Вторник, например, и Бадам, сколько есть времени, столько читаете там те слова, которые вам, ну, вы посчитаете, это хорошая молитва сейчас будет. Вот, также спрашивали, как помолиться с Пресвятой Богородицей вместе в Великую Пятницу. Это тоже в постной триоде, в Великую Пятницу можно найти канон, он еще называется, по-моему, Плач Пресвятой Богородицы. Это канон, когда мы ни о чем-то просим ее и не говорим ей, радуйся, как в Акафисте, а мы вместе с ней предстоим у Креста, вместе с мамой, у глазах на которой умирает в страшных муках ее любимый сын. Вот такой трогательный канон. Ее тоже можно найти в постной триоде, я так думаю, он там есть. Можно ли читать Богородицы, Дева Радуйся, также спрашивают нас, но не могу сказать. Мне кажется, почитал в интернете, батюшка говорит, ну, хотите читайте, хотите нет, может быть, это не очень уместно, но запрета на это в церкви нет, поэтому все зависит от вашего внутреннего состояния. Каким образом вы это читаете? Вот, теперь давайте быстренько пробежимся по службам Страстной Седмицы и закончим это видео. Смотрите, номер один. Первые три дня – это такое нарастание ожиданий. Первые три дня Страстной Седмицы. Понедельник, Тоник, всегда в храмах служатся вечером, чаще всего утреннее, а утром часы с течением Евангелия и дальше литургии прежде священных даров. На литургии читаются отрывки из Священного Писания. И Ветхого, и Нового Заветов. Их можно найти в интернете. Отрывки, что читается в Великую, Великий Понедельник, Вторник и Среду. И тоже можно дома читать. Вот, вы приходите в храм, и там вот эти длинные службы, которые длятся примерно три часа, в конце которых причастия, они такие строгие, красивые и важные. На них можно и нужно ходить. Но все-таки это пока еще не кульминация. Это пока нарастание ожидания. Понедельник, Вторник, Среда. А дальше у нас в четверг очень важный день. Он как бы поделен на две части. Первая половина четверга, она посвящена воспоминанию Тайной Вечери. Это день рождения литургии. Помните, перед тем, как уйти на страдания, Христос благословляет хлеб, благословляет вино, говорит, что это моя кровь и мое тело. Он ранее об этом говорил, но не давал никогда этого ученикам. А тут он прям дает и говорит, ешьте мое тело, пейте мое кровь, за вас ломи мое тело. То те слова, которые мы слышим каждый раз на божественной литургии, после которых мы и причащаемся, вот это все происходит в Великий Четверг. И поэтому в Великий Четверг традиционно огромное количество людей стараются, конечно же, причаститься в день рождения нашей с вами любимой службы литургии. Это утром причастие. Соминами, как Христос ноги умывал ученикам, да, то есть служил им и говорил, что кто из вас хочет быть первым, будьте всем слугой и так далее. Дальше, во второй половине четверга вечером, помните, после тайной вечери Христос с учениками выходит с песнями на улицу, идут на гору Елеонскую, если я не ошибаюсь, и там, в Гефсиманском саду ученики засыпают, а Христос находится в страшных муках и в борении. Вот это момент, когда его человеческая воля протестует воле Божественной и не хочет Христос как человек идти на смерть и на страдания, хотя как Бог, он ради этого и пришел и готов на это. И если он сейчас проиграет, если победит человеческое, если он откажется от чаши страданий, тогда он не сможет возродить природу человеческую, ему нельзя отказываться. В то же время ему ужасно тяжело, все грехи мира, наши с вами на его плечах, и кровь из него выступает, потому что капилляры лопнули. В общем, все ужасно. Он молится в одиночестве, обращается к Отцу и в конце концов добавляет, что не моя воля, но твоя, Господи, да будет. И свершилось. Он смог, он победил. Дальше его, и мы об этом вспоминаем в четверг вечером, и не только это вспоминаем, потому что после этого его поцелуют Иуда, его схватят стражники, его поведут на допросы, будут таскать ночью по Синедриону куда-то еще. Он будет идти в тюрьме, он будет избиваться, его мучить, ему терновый венец на голову надел. Вот эта вся ночь и до полудня следующего дня – это сплошные издевательства, допросы, пытки, мучения, толпа, которая кричит «распни», «дай нам ворову, а его распни» и так далее. Это ученики, которые сбежали, это Петр, который предает, и все такое. Это самые страшные часы в жизни Бога-человека. Поэтому, естественно, церковно это все вспоминаем, попадаем в это время. Поэтому вечером в четверг служится служба 12 страстных Евангелий, длинная служба, сложная служба, тяжелая служба, зажженные свечки, длинные отрывки Евангелия. Это очень ужасно, если вы придете и ничего не будете слышать, поэтому покупайте книжки в интернете, открывайте эту службу, служба 12 страстных Евангелий, подходите ближе к батюшке, чтобы было слышно. Давайте не будем стоять, как чурбаны, пока там очень долго монотонно что-то читают, пока мы призваны вообще-то Богу сопереживать, у креста его стоять. Потому что с полудня его будут уже распинать, и мы это тоже в четверг вечера вспоминаем, с полудня, в пятницу. Надо все это слышать. В этом суть того, что мы пришли в храм. Поэтому берем книги, берем телефоны, подходим поближе, чтобы все это слышать. И вот так вот мы стоим перед Христом, потом в умолчании уходим домой, где-то в храмах смотрят фильм «Страсти Христовы» еще вечером, где-то дома смотрят, тоже это можно делать. Мы уходим домой. Начинается ночь, тяжелая ночь для Христа. Мы обычно спим в эту ночь, мы как бы уже помолились, утром встаем, и это продолжается. В храмах нет литургии, мы молчим, мы служим царские часы, длинную службу, во время которых, ну, не так сильно длинную, но достаточно длинную, когда мы тоже все это вспоминаем еще раз. В пятницу мы стараемся не кушать, кто-то не пьет даже воды. Это по физическим возможностям, да, до вечера. Потому что, ну, в пятницу, знаете, ну, в пятницу, в 12 дня Христу будут гвозди забивать его руки и поднимать крест наверх, и он повиснет на этих гвоздях. Ну что, ты будешь смеяться, телик зырить, что ли? Ты молчишь, ты думаешь об этом, ты постишься. Ну, само собой, что ты еще можешь сделать? В три часа он умрет на кресте, а эти три часа он страдает. В это время служб нету в храмах, и мы должны эти три часа провести, конечно, ну... в богомыслии, в сопереживании. Дальше еще один рывок. В пятницу вечером длинная служба, очень длинная служба. По сути, она должна быть разделена на две части. И поэтому вот сейчас запомните, пожалуйста, когда мы приходим вечером на службу в пятницу, то там два момента. Там есть... Там, во-первых, уносят плащаницу. То есть это такое символическое изображение мертвого Христа. Мертвого нашего Бога-человека с вами. Мертвого Христа. И мы его выносят. Мы поклоняемся плащанице. И происходит чин погребения. Плащаница. Мы вместе с Иосифом, с Никодимом, мы хороним Христа. Хороним Христа. Он пострадал, и мы его хороним. И, конечно, мы тоже не можем не попасть. Повторюсь еще раз. Мы переносимся в этот момент, когда его спешно хоронили. И в церкви мы переносимся туда. Поэтому мы не можем дома сидеть. Просто не идти. Тем более, обычно работа там до пяти. Мы можем успеть прийти туда. Это первая половина богослужения. Дальше будет нарастать нечто другое. Дальше обычно к этому погребению пятничной службы присоединяется служба уже Великой Субботы. И Великая Суббота – это нечто совершенно другое. Совершенно другое. Мы уже погребли. Христос уже отстрадал. И Он находится сейчас в великой тишине. Он находится в аду. Когда мы будем ходить вокруг храма в пятницу вечером и петь Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный то, что часто появляется на похоронах, мы не должны думать, что мы сейчас вот Христа хороним. Это уже другая часть службы. Мы должны думать, что во время этого крестного входа вокруг храма мы со Христом вместе идем в аду. И это победное, торжественное шествие Христа в аду. В место, где Бога нет, в ад спускается Бог и разрушает ад изнутри. Вытаскивает оттуда даму Еву и праведников, которые очень сильно ждали. Ада больше нет, теперь ты умираешь. Если раньше ты попадал в место, где Бога нет, теперь ты попадаешь в место, где Бог есть. Если ты хочешь быть с Ним, ты с Ним остаешься. Это великая радость и большое счастье. Это светлая тишина Великой Субботы, когда нам положено молчать, 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 всякая плоть человече. Это очень радостное время. И выходя в пятницу вечером из храма, начав богослужебную уже праздновать Великую Субботу, Белую Субботу, молчание, мы чувствуем радость. Мы чувствуем, что Пасха приближается. Об этом, кстати, немножко уже поется и в песнопениях. Когда в субботу утром мы приходим в храм на причастие, там тоже достаточно длинная служба с паримиями, с пасхальными, то есть с пророчествами о Пасхе из Ветхого Завета. Это удивительно. Тоже стойте поближе, паримиями, скачайте в русском переводе. Не пропустите этот момент. Потом причащаемся в субботу. И примерно в обед, можно, кстати, уже сразу куличи и яйца солить. Примерно в обед мы из храма уходим. И все. Больше служб не будет до ночи, до Пасхи, когда наш храм взорвется пасхальной радостью. Там будет небольшой чин. Плащаницу обратно занесут. И будет сама Пасха пасхальная за утренем. Не будет перед этим крестный ход. Будет божественная литургия. Пасха. Все. Будет Пасха. Большая радость. Дай Бог нам всем дожить до этого и почувствовать эту радость. Вот. Я все разъяснил. Кому непонятно, переслушайте. Скачайте свои расписания и вместе с храмов, да, куда вы ходите, и вместе следя за текстом, то, что я говорю, посмотрите, куда сходить. То есть, с четверга мы уже, конечно, прямо стараемся уж походить, походить. Но кто работает, ходим вечером. Повторюсь, две важных службы, они по вечерам. Четверка и пятницу. Дальше, вот что важно понять еще, напоследок скажу, что Страстная Седмица это не время покраски яиц, там, уборки дома и так далее. Если стоит выбор убрать дом или пойти в храм, надо пойти в храм. Если стоит выбор помыть окна к Пасхе или пойти на 12 страстных Евангелий, надо пойти на 12 страстных Евангелий. Если стоит выбор приготовить повкуснее еду, ну, вот тут вопрос о любви, да, если ваши домашние очень сильно ждут, и для них это очень сильно важно, тут надо думать и постараться уместить все по возможности таким-то образом. Если они даже и сильно не ждут, то лучше сходить на службу и приготовить еду похуже. То есть, вот для нас важнее побыть вместе со Христом. И вы сами ощутите, что если вы откажетесь от каких-то земной суеты ради этих четверга, пятницы, субботы, вы очень много приобретете. Это будет совершенно другая Пасха, которой у вас никогда не было. подумайте, подумайте об этом. Ну, и еще момент, что, конечно, в идеале, ну, смотрите, сейчас немножко более такие лайтовые дни, да, в хорошем смысле, понедельник, среда, повторюсь. Даже если вы уходите в храм, у вас есть время в середине дня, есть время после вечерней службы. Вечерняя служба длится часик, там не так долго. Вы можете в это время покрасить яйца, сделайте это. Вы можете в это время все подготовить для куличей, продумать меню, закупить еду, вот, чтобы все это лежало у вас в холодильнике, все было понятно, чтобы более-менее было убрано. Ни в коем случае не оставляйте всю эту ерунду, да, по части готовки стола, там, на четверг, это просто, это просто ужасно. Вы что, будете, когда Христос страдает, кромсать салаты, что ли, оливье? Очень тяжело. И, ну, еще, конечно, слава Богу, есть время в Великую Субботу. После причастия в обед приходим домой, и до самой ночи мы дома. И тоже можно последние штрихи навести, параллельно слушая, там, сойдет огонь или не сойдет в этот день, там, в Иерусалиме. Вот такие, такая неделя нам предстоит. Дай Бог всем помощи, нам всем, дай друг за друга молиться, молиться за тех, кому тяжело, кто по другим обстоятельствам не может пойти в храм. Такие люди есть, таких людей очень много. Это наши братья и сестры. Будем молиться и за них тоже. И последок, также говорю, что мы к пасле старались и выпустили нашу новую линейку ладана. Называется Русский лес. Это хвойный ладан, это очень такой строгий ладан, непривычный для нас с вами. Русский ладан из-за смолы лиственницы. Очень интересный, если мы привыкли к более таким парфюмерным, что ли, ароматам, то вот ладан, которым мы придумали, хвойный ладан, это то, что издревле пользовались наши с вами предки на Руси. Вот это же лиственница, смешанная тоже с парфюмерными ароматами, но все это вместе звучит немножко резко, но не зловонно. Терпко, строго, в то же время интересный. Я читал такое мнение у игумина Сюлана Туманова, что вот рецепт ладана вообще, он описан в Библии, это Господь дает рецепт ладана еще в Ветхом Завете, что возжигать во время совершения жертв. И то, что тогда возжигалось, это было что-то такое далеко не парфюмерное, далеко не такое сладенькое и не такое вот прямо, что мы сейчас используем. Поэтому иногда я уверен, и я уверен, что найдутся люди, священники и миряне тоже, которые почувствуют вкус того, что мы придумали вот этого ладана, русский лес, который называется. Я оставлю ссылку. У нас последнее, что скажу по поводу ладана, что конечно охота попробовать, да, ладан, не покупать сразу там 600 граммов, там или 100 граммов, подешевле, по прошлый лет попробовать не пойдет, не буду брать много, но на озоне, где мы больше всего продаем ладан, он, вот маленькую коробку продаешь, озон, плюс доставка, там комиссия, то все, она, вот только это стоит 150 рублей, плюс к этому прибавляется стоимость самого ладана, да, там масел, там смолы этой из Сибири, коробка, упаковка, туда-сюда, в итоге на озоне, я не помню, цену мы поставили то ли 200 рублей, то ли 300 за такой, за 40 граммов, то есть не за очень большую коробочку, но для того, чтобы вы могли попробовать, и кому там нет возможности там 200 или 300 рублей отдавать или жалко там, то на другой платформе, которая называется Яндекс.Маркет, там можно купить за 100 рублей, прямо это у нас никаких доходов, так скажем, да, но по крайней мере и в минус тоже не уходим, потом специальной программе Яндекс.Маркета за 100 рублей вы можете приобрести вот эту коробку 40 граммов нашего нового Ладана, так что я оставлю две ссылки в закрепленном сообщении, вы можете купить либо на Яндекс.Маркете большие коробки, либо на Яндекс.Маркете можете, так, либо на зоне большие коробки либо маленькие, либо на Яндекс.Маркете купить за 100 рублей маленькую коробочку и испытать этот Ладан. Всего хорошего, Божьей помощи, на связи Если есть вопросы, то задавайте их тоже До свидания